В Таджикистане сотрудники МВД торгуют наркотиками. Надежда Атаева. В Узбекистане никакой политической оттепели нет. Известный в Таджикистане кардиохирург приговорен к 5,5 годам тюрьмы. В Таджикистане была задержана группа наркоторговцев, которую возглавлял сотрудник МВД. Об этом сообщило Управление агентства по борьбе с коррупцией и финконтролю Сахдийской области. По подозрению в незаконном обороте наркотиков на севере страны задержаны два человека, в том числе старший оперуполномоченный Следственного отдела управления МВД по Сахдийской области Шарипов Руслан Алимович. Сообщили в ведомстве. При задержании было изъято более 82 килограммов опия и гашиша. Следует отметить, что торговля наркотиками всегда остается одной из самых прибыльных сфер преступной деятельности высокопоставленных таджикских чиновников, в особенности сотрудников силовых структур. В Таджикистане не раз за решеткой оказывались целые группировки, состоящие из сотрудников силовых ведомств. Однако, группировки, которые имеют покровительство на самом высоком уровне, остаются безнаказанными. Об этом не раз подробно докладывали различные международные организации. Примечательно, что большинство вооруженных столкновений у таджикских пограничников на границе с Афганистаном традиционно происходят не с Талибан и другими вооруженными группировками, а с группами наркоторговцев. Давление на верующих в Узбекистане не будет снижаться, а освобождение нескольких сотен верующих из мест лишения свободы – это политическая акция, считает президент Ассоциации прав человека в Центральной Азии Надежда Атаева. Известная правозащитница прокомментировала корреспонденту Хабархо последние события в Ташкентской области, связанные с задержанием и арестом десятков людей. И то, что сейчас начались массовые аресты, и то, что до сих пор практика пыток остается реальным фактором и источником нарушений прав человека, я думаю, что это сложно отрицать. К сожалению, это печальная реальность. Сейчас появились новые причины, по которым людей объявляют врагами народа. Я уверена, что сейчас давление на верующих не будет снижаться. Также Надежда Атаева считает безосновательными ожидания многих узбекистанцев на существенные реформы в стране в связи с некоторыми изменениями в религиозной сфере. Выход нескольких сотен верующих из мест лишения свободы досрочно – это политическая акция, которая была организована правительством Узбекистана накануне визита Верховного комиссара ООН по свободе совести и свободе вероисповедания. Я думаю, что на самом деле никакой политической оттепели нет. Мерзьяев, он сам называет себя сыном Ислама Каримова. То есть он воспитанник этого режима. Это не смена режима, это новая власть. Я думаю, что на самом деле есть основания для представителей неформальных религиозных групп и общин сдерживать свое доверие и вести себя достаточно осторожно, потому что никто не отменял вписки элит, которые посещают каждую пятницу ничесть. Оперативные списки сохранены. В Худжанском горсуде завершилось рассмотрение судебного процесса в отношении известного в СОГДе кардиохирурга Абду Малика Соломова. Его обвиняли в том, что он имел связи с исламским движением Салафия, на самом деле являющимся просто одним из исламских масхабов, то есть школ и направлений мысли. Суд признал виновным Соломова в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 УКРТ, участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, а также оказание содействия в их деятельности с использованием средств массовой информации в сети интернет или иным способом. Суд приговорил Абду Малика Соломова к 5,5 годам лишения свободы. Проходившие с ним по делу двое друзей Илхом Гафоров и Сайдулло Мирзоев также признаны виновными по вышеупомянутой статье УКРТ и получили по 5 лет лишения свободы. Срок наказания все осужденные будут отбывать в колонии строгого режима. Знакомые Абду Малика Соломова сообщили Хабархо на условиях анонимности, что осужденный кардиохирург вернулся в Таджикистан в 2015 году для продолжения своей профессиональной деятельности в родном Таджикистане, оставив работу в одной из престижных московских клиник. Соломов устроился на работу в областной центр сердечно-сосудистой хирургии, где провел жителям страны множество уникальных операций. Соломов устроился наumba в Granth degree. Продолжение следует... Продолжение следует...